Здравствуйте, дорогие мои любимые друзья, подписчики, новые и старые. Я очень рад, что вы зашли на мой видосик, очень много раз его посмотрели, друзьям своим, скорее всего, порекомендовали, подписались на мой канал. Я был в шоке, у меня такого наплыва не было, у меня такого хайпа не было никогда. 3500 комментариев было на видосе с бич-пакетами, этими злосчастными. Так что, друзья мои, мы провели один большой конкурс и один такой маленький конкурс. Сейчас я буду объявлять победителей. Этот видос я разделю на две части. То есть в первой части я объявлю победителей, а в второй части я расскажу, с какими трудностями я столкнулся. Если вам интересно будет, можете смотреть. С какими трудностями я столкнулся, что мне писали и как я хочу эти трудности преодолевать. Трудности, связанные с рассылкой этих самых бич-пакетов, потому что мне их очень много заказали. Итак, друзья, что у нас есть? Кто был на стриме 31 марта, я приглашал всех на стрим. Очень много народу зашло, вам респект, друзья мои. У меня столько не было никогда. Что получается? Что получается? Так. Итак, друзья мои, нужно было, во-первых, что сделать? Нужно было просто написать в комментариях под видосом, какой хотите вкус. И я рандомно выберу с помощью рандомизатора сайта. Мы там выбрали сайт, рандомизатор, он рандомно, случайным образом выбирал победителя. Победителем у нас оказался Костя Носков. Я его записал, у меня тут все победители записаны. Костя Носков до сих пор мне почему-то не написал в ВК. Так что, Костя, ты мне пиши в ВК, мы с тобой должны связаться, я тебе отправлю. Вот он написал, хочу острый, как у дружи. Вот я тебе прям вот такой острый, вот такой бич-пакет прям тебе отправлю. Так что не забудь мне написать. Может быть, ты написал, я просто еще пока твое сообщение не нашел, но я найду. Далее, в чем была фишка? Некоторые люди, некоторые люди писали не под видосом коммент, а под моим самым первым комментарием, где я объяснял, что надо делать. Там тоже 200 с чем-то было комментариев. Я посчитал, что нужно, наверное, там тоже произвести розыгрыш, чтобы людям было не обидно. Ну и тем более, как бы я-то обещал один пакет прислать. Ну, я думаю, раз так много людей посмотрело, много написало, можно и два, наверное, разыграть. Так что мы из тех тоже людей выбрали, и им оказался А.В. Кривощоков. А.В. Кривощоков написал, я очень люблю острую еду, очень буду рад чему-нибудь остренькому. И вот мы ему точно такой же здоровый пакет отправляем остренькому. Я с ним уже связался в ВК, он из Украины, получается. Мы ему вот это вот отправим. Далее, далее. Что у нас еще было? Мы еще разыграли один пакетик, дополнительно один пакетик, от души, от сердца. Понимаете, я хотел один разыграть, разыграл в итоге три. Но он поменьше пакетик. Я делал обзор его на стриме, он с рисом маленький, там сразу... Там и вода в него включена, даже воду не надо покупать, там внутри вода есть. Но чуть поменьше. То есть там рис, и там мясо, овощи какие-то такие вот. Разыграли, я что-то уже не помню, как мы его разыгрывали. Как-то я разыгрывал. Просто у нас там было пару фейлов. То есть вначале мы хотели прям среди тех, кто на стриме, там чат, там просто очень много народу, я не уследил за всеми. В итоге мы там что-то придумали. Комментарии писать под какими-то видосами. Что-то такое. Кто был на стриме, все это знает. В итоге выиграл маленький бич-пакет с рисом, выиграл Алексей Б.Б. Алексей Б.Б, поздравляю тебя. Мы уже с ним связались. Он мне написал адрес. Свой Новосибирский район. В Новосибирский район полетит. Далее, далее. Кроме того, на стримчанском, на нашем был топ-донатер Александр Цыплаков. Два косаря за донатер. Друзья мои, нужно обязательно тоже прислать Александру Цыплакову какой-нибудь подарок. Я ему писал, какой хочешь, бич-пакет, тот с рисом или такой, пришлем что-нибудь. Ну, я еще не знаю, что он мне ответил, я посмотрю. Так что топ-донатерам, ребята, всегда респект. Далее, далее. Кроме того, мы еще разыграли 5 пачек офигенной, самой острой лапши в мире. Вы видели такую лапшу, ее обозревал Грильков, Роман Степанов. Я не знаю, Дружу обозревал, не знаю, может быть, обозревал. Дикая лапша, X2, X2, вот это спайси. Такая вот дикая лапша, ее нужно, то есть, если они кипятком завариваются, ее нужно варить прям. Вот такая лапша. Ну, можете увидеть в YouTube обзоры. Вы можете увидеть в обзорах в YouTube. В общем, 5 пачек лапши мы разыграли. Мы выбирали видосы, просто я говорил, вот, мы разыграем среди тех, кто сейчас на стриме, кто был на стриме, мы среди них разыграли. То есть, мы брали какой-то видос рандомный, я говорил, пишите там комментарии, мы там рандомно как-то выбирали. То есть, кто у нас выиграл? Эвил Кэт, хитрец. Вот, по-любому, я знаю, вот он хитер, он вначале написал комментарии, потом поменял. Ну, ничего страшного, потому что другие, другие тоже победители видел, они тоже меняли комментарии. В следующий раз такого не будет. Видите, стрим меня научил, как правильно делать розыгрыши, что не напарываться, понимаете? Что не напарываться. Так, Эвил Кэт. Значит, это первый победитель. ВК, все, ВК у меня есть. Следующий победитель Марк, Маркес. Он на мотоцикле гоняет, у него такой канал там с мотоциклами связанный. Почему-то нет ВК, видимо, он мне пока не написал ВКонтакте, я так понимаю. Так что ты, Марк, Маркес, напиши мне ВКонтакте. Я что-то твое сообщение до сих пор не увидел, скорее всего. Но сейчас я буду проверять, там у меня опять 300 сообщений, так что я буду смотреть. Третий победитель Маркс Кокос. Все, у меня его адрес есть. Макс Красавчик. Макса я знаю, это старый подписчик. Четвертый победитель, четвертая лапша у нас улетает. Алексей Алексеев. Алексей Алексеев, насколько я помню, он заказывал бич-пакет какой-то, я ему уже отправил. И я плохо помню, скорее всего, да. Ну, у него ВК все есть, все есть. Алексей, Андрей Алексеев, тебе респектус. И последний победитель Иван Сочнев. Иван Сочнев. Он, откуда вы, из города Череповец. Туда летит тоже зачетная острая лапша. Так что, ребята, вам всем огромный респект. Всем, кто был на стриме. Всем, кто писал комментарии. Всем, кто выиграл. Всем, кто не выиграл. Мы будем еще делать такие розыгрыши. Хоть после них бывает и там, и на стриме был какой-то негатив. Там кто-то писал, что я всех обманул. Ну, дичь всякую писали. Мне как бы параллельно. Пускай, что хотят, то и пишут. Но мы будем все делать с вами. Все будем делать. Так, еще у нас был мини-маленький такой конкурс. Видосики про, где я собирал посылку подписчику. То есть, там я спрашивал. Я зашел в магазин. Я там такие заснял щипцы такие, железные. Ну, такая штучка, короче. Зачем она нужна? И вы писали свои комментарии, что для чего эта штука нужна. Вот мне там парочка прикольных забыл. Петр ДВ написал, что это выдирать ногти у тех, кто проворовался в Китае. Саня Гутовский писал, что это курицу ощипывать. Ну, там было много прикольных ответов. Ребята, вам привет всем, конечно. Вы красавчики. Я не ожидал, что много комментариев так напишите. Потому что у меня обычно там пару комментариев напишут и все. Нет, сейчас нормально. Вам респектус. Так что я взял комментарий, отсортировал по новизне. Кто первый, получается, отгадал. Первые пять победителей. Я решил им маленький памятный сувенирчик отправить. Получается, я решил, что сделать. Вот я купил в магазине пачку открыток. Открытки, естественно, китайские. Вот они. Вот такая пачка открыток. Здесь их не пять, здесь их больше. Мы другим будем дарить. Это с видами хэй-хэ. Они очень красивые открытки. Очень красивые. Такие вот крутые открытки. Разные. С разных мест. Тут даже есть с мест, где мы Чехова снимали. Кто помнит? Вот тут такие вот есть открытки. Я сходил на почту потом. То есть это я в магазине покупал. Я сходил на почту. Я попросил, что почтовик, почтовый работник еще поставил штамп. Видите штамп? Что хэй-хэ тут написано. Китай хэй-хэ. А, хэлунзян хэй-хэ написано. И отделение. В общем, они проштамповали их, чтобы все было прикольно. Потому что я-то буду не с Китая их отправить. Я пойду в Россию, запихну открытку в конверт, чтобы она не потерялась. Потому что я знаю, я буду отправлять, она где-то потеряется. Я засунул в конверт, она по-любому не потеряется. Потому что я уже так делал год назад. Мы тоже проводили розыгрыш. Там очень много разыграли. Мы и посылки разыгрывали здоровые. Лапшу тоже разыгрывали, насколько я помню. Открыток тоже. Мы дофига-дофига открыток разыграли. И вот, что мы сделаем. Я просто приеду в Россию, в конвертик и отошлю. Все открытки получили. Я даже в Калининград отправлял открытки. Долго шла открыточка, но пришла. В Америку отправлял. Тоже все дошло, все нормально. Так что, друзья мои, не бойтесь. Все, кто по ссылке, кто выиграл, те получат подарочки. Не забывайте. Всем вам респект. Обожаю вас, мои дорогие друзья. Будем снимать видосики. Спасибо, что вы подписались на канал. Очень много новых людей пришло. Буквально за две недели три тысячи новых подписчиков пришло. Надеюсь, кто-то из них останется у меня на канале. Вам респект. Приглашаю вас на канал. Старым подписчикам респектос, что со мной остаетесь. Смотрите мои дикие видосы, хоть я их не так часто выпускаю. Завтра, кстати, будет прикольный видос, друзья мои. Это сегодня у нас такое разговорное видео. Размышление. Размышление о бытие. Размышление о бытие. Если не хотите дальше смотреть. Ну, если вы услышали своими, то все нормально. Если не хотите дальше смотреть, не смотрите. Потому что начинается вторая часть видоса. Вторая часть видоса. Я хочу вам рассказать о том, что немножко у меня подгорел пукан мой. Понимаете? Еще раз скажу. Скорее всего, я сейчас, может, что-то буду заговариваться. Наверное, маты будут прослеживаться. Так что уберите детей от экрана, если им не нравится, когда кто-то матерится. Смотрите, получается, что. У меня очень много стало заказывать вот этих вот бич-пакетов. Ой. Вот этих вот больших бич-пакетов. Я хочу заметить, что я вот, хоть я и живу на границе, но я не торговец, я не занимаюсь коммерцией, я не продаю. Я не продавец вообще никакой. Я тут другим немножко занимаюсь. То есть я в этом совершенно не шарю. Я не шарю ни в логистике, ни в том, как там, в ценообразовании товар. Сколько здесь купить, куда продать, сколько на ценку какую сделать. Я в этом совершенно не разбираюсь, друзья мои. Понимаете? Я разбираюсь в другом. Но я вам пока не скажу, в чем я разбираюсь. Может быть, потом как-нибудь сниму видосик про свою работу. Так вот, друзья мои. Естественно, но тем не менее, но тем не менее, мне стали поступать такие вот заявки, чтобы я продал. И, естественно, я людям не могу отказать. Конечно, я готов продать. Готов продать. Я назначил какую-то цену за них, за эти, вот просто, знаете, ну, примерно так прикинул, вот сколько он весит. На нем написано, вот на нем написано 400 грамм, на нем, на этой херне написано. Ну, я думаю, ну, 400 грамм. Ну, все. Ну, взял, посчитал, что, типа, там, из Китая до России сколько там по ценнику, да, там, пересылка. Потом из России, зашел на сайт Почты России, просто проверил. Ну, до Москвы сколько будет там, 400 грамм отправить. Ну, вот так вот примерно посмотрел, посчитал, думаю, ну, и все нормально. Там чуть-чуть добавил себе процентика за суету. И все. Думаю, нормально. Поехал первый раз. Все, мне люди стали, поскидывали монетки. Все нормально. Я все записал, все отправил. Первую партию отправил. Вторую партию отправил. Как раз вот на выходных отправлял. Мне же, естественно, там дают чеки длинные такие на почте. Там смотришь, короче, там видно трек, куда посылка отъехала. Я всем людям, думаю, вот приеду, потом как раз в субботу приеду, в воскресенье приеду, буду людям, ну, отсылать треки там, чтобы они следили за посылками, понимаете? Так и сделал. Еще думаю, так, у, я, наверное, там что-то мне чуть-чуть перепало, денежек, думаю, нормально. А потом смотрю, вот в последний раз, когда отправлял, я в общей сложности больше тридцати вот таких пакетов уже отправил. И получается, такой, думаю, что-то у меня на карте-то денег-то совсем и нету. Думаю, что же это дело? Ну, видимо, плохо что-то сосчитал. Я что, думаю, ладно, я приеду в Китай, у меня там в воскресенье стрим, нужно к стриму готовиться. Как бы пофигу, да, там что-то вроде есть. Ну, потом, после стрима я стал доставить эти чеки. Вот у меня здесь коробочка, у меня здесь все чеки есть, с почты. То есть, я стал смотреть. То есть, вот, допустим, вот смотрите, вот, вот, допустим, один чек, отправка 3400 рублей, 3400 рублей. Второй такой же тут на 4000. Ну, понятно, да, за доставку там все включено в цену было, да. Я, давай смотреть, как это все образуется, я понял, что я в итоге ушел в минус. Я просто, я бесплатно приехал и всем все это раздарил, бесплатно всем посылки раз... Раз, даже не распродал, а раздал, получается. Ну, не то, что бесплатно, конечно, люди платили за них. Но в итоге получилось, что я не учел, что вот этот пакет, он не 400 грамм весит, а 700. Когда ты его ложишь на весы, там уже видно, что там 700. Далее, на Почте России не указана... Сумма указана без НДС, а НДС сейчас 20%. Упаковку тоже нужно купить для них, чтобы упаковать что-то в пакет или в коробку. Пакету тоже стоит денег. К пакетам плюс тоже нужно НДС. В общем, там много каких-то таких приколов, которые я вообще совершенно не учел, я не понял. В общем, ну и думаю, ладно, там что-то у меня в итоге каких-то я, может, 100 рублей заработал. Я даже не знаю. Думаю, ладно. И потом вчера буквально мне приходит сообщение ВКонтакте от подписчика, который пишет, Алексей, я вам отправил деньги, как там, вы отправили мою посылку? А я не знаю даже, как я его нашел, там у меня 300 сообщений. Я говорю, человек много-много сообщений отправил, думаю, что-то, видимо, ему не понравилось. Нажал туда, посмотрел, действительно, он мне пишет, что я вам отправил деньги, а вы мне посылку типа не отправили. Я такой смотрю, думаю, да ладно, такой быть не может. Я просил людей, чтобы они мне когда отправляли, они писали, чтобы еще, ну, вот в сообщении, при переводе монет, чтобы они писали, я вот такой-то, ну, вот такой вот мой ВК. А у некоторых людей, которые используют банк, ну, там есть такие банки, которые не позволяют сообщения отправлять. И было несколько таких людей, которые мне просто, знаете, ну, такую сумму неровную отправляли и писали потом. Я вот тебе вот столько отправил, это вот я типа. Потому что банк не позволяет сообщения прикреплять. И вот я их там находил кое-как, кое-как я их там нашел. И вот я одного в итоге не нашел. Почему? Потому что я один, а в сообщении до хера. Друзья мои и менеджеров Вы видите вокруг меня Каких-нибудь секретаж Может быть менеджеров продажи Ничего у меня такого нет Я же просто от души решил Отвечать на сообщение Кому-то очень сильно понравился Такой бич пакет Почему бы ему не отправить Мне жалко что ли От души хотел все это сделать И в итоге получилось Что я еще плюс должен денег Но я написал Извините типа да я потом нашел Я посмотрел там он мне скинул Карту свою что-то Я нашел у себя в телефоне Что там с какой-то карты Был прислан такой перевод То есть это он стопудовый был Я говорю все я вам в следующую партию Обязательно отправлю Мой кося В общем я намучился С вот этими всеми посылками В итоге ушел в минус Херово все это посчитал Ну понимаете Ну не соображая как это делается Эти все торговые операции Я в этом совершенно не шарю Возможно кто-то из вас в этом шарит Скажет да ты дебил Ты что не мог посчитать Элементарную херню Неправильно посчитал Хотя мне много писали Ой это очень дорого Я согласен с вами что это дорого Но я тут ни при чем Это все логистические Вот эти все Изыски Логистические изыски Понимаете Если был бы у меня Такой телепортик Знаете Вот стоял бы у меня здесь телепорт Я бы взял бы Засунул бы туда Вот этот бич пакет Хлоп туда Он сразу Хлоп в Москве оказался Да я бы за одну копейку Бы их отправлял Мне не сложно Друзья Мне не сложно Но мне нужно было Что сделать Мне нужно было взять С собой огромный пакет Сумку Напихать туда Таких бич пакетов Я же все лично сделал Правильно Лично, своими руками От души Приехал в Россию Пошел на почту Закупил упаковку Подписывал каждую посылочку Своей собственной рукой И потом стоял в очереди И оформлял эти все посылки Знаете сколько мне часов ушло на это? Четыре часа Вот вы не поверите То есть я приехал в Россию Я сразу поехал на почту И я там пробыл четыре часа Пока Пока я расфасовал все по коробкам Пока я все заполнил Пока мне все оформили Я самый там последний клиент оказался Я все это Я не знаю как там работники Не в шоке были Я последний раз отправил Сейчас скажу Тринадцать посылок Ой там столько Сколько килограмм то было? Я вам двадцать Наверное если не больше Не помню В общем дохера я отправил Дохера времени потратил В итоге В минус ушел Вот скажите мне нахер Мне это надо Плюс У меня еще Триста сообщений Вконтакте Кто-то мне звонит Да? Никто не звонит На который я не успел ответить Надо было проводить стрим Я даже не посчитал Сколько у меня там денег ушло В итоге я понял Что надо что-то с этим делать Проблему А плюс мне еще пишут Люди А что ты не отвечаешь А ты такой пес А ты такой Ну там такие слова дикие Вы что думаете Я тоже умею материться Я тоже умею ругаться Но я уже несколько раз Писал вконтакте Что ребята Сообщений очень много Я один Я один У меня нету менеджеров никаких Понимаете? Я один Дохера сообщений Кто-то обзывается Кто-то пишет Слишком дорого Какие гарантии? Какие ты можешь гарантии? Да какие я могу вам гарантии предоставить? Вы что? Я что магазин что ли? Я с вами договор никакой не подписывал Я вообще Кочу Личку закрою Я ничего не буду делать Мне это вообще Ну не надо Я этим не зарабатываю на жизнь Это просто вот от души дело Мне стали там Что-то предъявлять Да что ты там Какой там из тебя Продавец Я не продавец Друзья Я не продавец Те кто Те люди Которые Мои условия Устроили Они мне просто Скинули деньги И все Там покупали По шесть этих пакетов По пять По три Просто без проблем Скидывали мне монеты Дядя Леша Получал монеты Пошел Покупал В магазины Я кстати Все магазины Оббегал Я все что у них там было В городе Я все скупил Все пакеты скупил Все кто мне скинул деньги Они уже получили Свои посылки Они уже сидят И кушают Может они их уже Все съели Там знакомого раздарили А те кто там Что-то писал Дичь какую-то Ой да это Что ты там накрутил В три раза больше Какая там доставка Доставка столько стоит Да я Зачем мне время Тратить на таких людей Если что-то не нравится Ну не нравится Не пишите мне Это вы только время Мое забирайте Я вот допустим Сейчас вот сяду На отвечать Я еще часа два Потрачу на то Чтобы просто Написать цену В общем Столько головняков Столько какой-то херни После стрима Мне там давай писать Что я там Неправильно розыгрыши провел Еще что-то Ребята Меня просто давай Задраконили Короче Меня Я просто в шоке Друзья Что как Я хочу от души Своим подписчикам Любимым призвать Подарочки из Китая А меня тут начинают Задрачивать Так дело не пойдет Друзья Сейчас я буду Сейчас я буду проверять Сообщения в контакте Если мне там кто-то Из тех кто раньше Там Три дня Четыре дня назад Кто писал Если мне там будут Они взывательства какие-то Я с ними просто Не буду разговаривать Все Потому что Это мне нахер не надо Поэтому Что я сделал Учел Все эти штуки Учел все эти штуки Все эти изыски И решил что сделать Можно пойти Нескакими путями Чтоб избавить себя От этой херни От этой головной боли Можно просто забить Хер на это Ну не читать эти сообщения Да и хер с ними Что Мне похеру вообще В принципе Я могу их не читать Я могу дальше Записывать видосы Или не записывать их Без разницы мне Совершенно Это самый простой вариант Забить просто Хер на проблему Но мы такими методами Не действуем Друзья Я привык Проблемы все прорешивать Какой у нас есть Такой вариант Я сделал Небольшой сайток Такой лендосик На котором Удобно все это выбрать Удобно выбрать Какой вы хотите Там пакет Он Написать свой адрес Имя получателя Контакты И закинуть мне бабос Причем Сайт-тец Он как Знаете Он просто Это такой сайт-тец Который просто помогает Сформировать сообщение Понимаете А вы потом берете Это сообщение Копируете Вставляете в Денейшн Алерс И мне просто Донатите сумму Которая там По яйсам Выбрали Один красный Один желтый Два зеленых Он там показывает Какая сумма Пишите свой адрес Фамилию Контакты Хлоп Сайт вам Генерирует сообщение Вы его Копируете Просто в Денейшн Алерс Вставляете Донатите мне Дарите бабосик Бабосик ко мне приходит Все Дядя Леша Покупает вам Вот эти вот Бич пакеты И отправляет Вам их Вот на такой основе Думаю Это самое 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 Оригинальное Решение Которое можно было сделать Я думаю Так Естественно Ценник Ценник повысился Ценник повысился Потому что Леша все посчитал Все прикинул Надеюсь В этот раз Он не спелится Так что Все там есть На этом сайтике Сайтик будет Называется Живу в Китае Сайт будет Будет работа Будет работа Для тех Кому Вот эти вот Условия Там по ценам По гарантии Ребят Никакой гарантии Нет Вот совершенно Никакой Я не магазин Я не Не Озон Не Амазон Я просто Обычный человек Вот вы Представьте Что вы приходите С работы Работаете там В офисе Или там В цеху Приходите домой После работы Вам еще 50 сообщений Вконтакте Пришли там Бич пакет Окей Ребят Я пошел Покупать бич пакеты По магазинам И буду еще 4 часа на почте Стоять В субботу И отправлять Вам посылки Еще в минусе Окажусь Как вам такая идея Нормально? Готовы вы такое сделать? Мне прислать Какой-нибудь подарок Купить Что-нибудь Пойти в магазине На 500 рублей И мне в Китай прислать Не мне одному А еще Человекам 10 Окей? С разных городов Вот я на вас посмотрю Так что, друзья Вы смотрите Всем респектос Кто мне Кто мне поверил Кто доверился мне Кто Мне Задонатил Всем я все отправил Всем я Со всеми связался Всем я треки Вы можете Отслеживать По ссылке Там они уже Всем Там половине Пришли уже Эти посылки Вот этим ребятам Респектос Просто от души С другими Будем работать Читать сообщения Смотреть Что как Так что, друзья Мы Вот такой Видосик Разговорный Я вам Изливаю Свою душу Я вам Изливаю Свою душу Почему? Потому что Ну, не было Такого у меня Хайпа Чтобы дохера Мне так много Людей писал Мне и в инстаграме Там написали Где только Не писали Такие вот Темы В общем Видите Вот так вот Я потерпел Зафейлился Зафейлился Друзья мои По другому Не назвать Ну, как бы Я же не буду Сейчас писать Людям Ребята Пришлите мне Еще 500 рублей Что-то мне кажется Я в минусе Я же так не буду Делать Я же не пидорас Правильно В этом моя проблема В этом моя проблема Что я не пидорас Я все делаю По уму Понимаете Все Делаю По уму Если что-то Вам не нравится Ну Вы можете Свои претензии Мне в комментариях Писать Ну Я буду только Над ними Смеяться И издеваться Потому что Я их в комментариях Не удаляю Если вы хотите Меня отхуесосить Пожалуйста Ребята Пожалуйста Можете на моем канале В комментариях Творить Что хотите У меня здесь Демократия У меня здесь Свобода слова Возможно Там в вашей стране Такого нет Но на моем канале Есть такое Так что Можете писать Что хотите Может быть Я буду отвечать Может быть Я не буду Я тоже люблю Пошутить Там над мамашками Мне тут нравится Тоже Еще На чем Нибудь Так что Друзья Ну и да Изливайте Своё Мнение В комментариях Я Я обычно Я обычно Читаю Но 3500 комментариев Я не прочитал Честно Я говорю Обычно Обычно Я все Читаю Комментарии Некоторые Меня веселят Негативные Комментарии Меня тоже Веселят Не только меня Но и других Людей Особенно Когда я На них Начинаю Отвечать Я потом Начинаю Постить Это вконтакте Остальные Все начинают Тоже Над ними Угорать В общем Это весело Это весело Потому что Если вы блогер То я вам советую Комментарии Хейтеров Не удалять Над ними Можно посмеяться И ваши подписчики Тоже Над ними Могут посмеяться Что хотел Сказать Еще Наверное Я так уже Много Тут сижу Базарим Основные Мысли Я вам сказал Да Ребята Респект Всем Кто в конкурсе Участвовал Мы еще Будем проводить Все сделаем Меня Вот это Не останавливает Этот Хейт Который Там После Стрима После Конкурсов Это я Предполагал Что так будет Но я знаю Точно одно Что хороших Добрых людей На земле Гораздо Гораздо Больше Чем всяких Вот этих Обоссанных Мудаков Которым Что-то Там не нравится Дальше Друзья Это меня Не остановит Все нормально Не сомневайтесь Я тут Ничего Не собираюсь Канал Закрывать Или Там Забить Хер на Сообщение Вконтакте Я их Все прочитаю Хоть на это Уйдет Неделя Я их Все прочитаю Заходите На сайт Я буду Апгрейдживать Мы там Добавим Ассортимента Сейчас там Пока Одни Биш-пакеты То есть Добавим Ассортимента Что-нибудь Сделаем Проапгрейдим Пишите мне В комментариях Как бы Вы хотели Проводить Конкурсы Потому Сказал Что Комментарии Готов Готов По таким Условиям Работать Со мной Все будем Делать Друзья Мы Вам Всем Респект Ос Что Особенно Тем Кто до конца Этот видос Засмотрел Кстати Вот видите Рисовый Пакет Пришел Потому Что Я раньше Говорил Что еще Рисовый Есть Но Они В магазе Закончились Поэтому Я Ждал Неделю Дарья Мне Дарья Зовут Или Надежда Забыл Как зовут Вот Я Пообещал Я Отдельно Отправил Шесть Пакетов Сейчас Еще Один Отправлю Пакетик С рисом Тут Немножко Дизайн Поменялся У него То есть Это Помните У меня Был Обзор С рисом Дизайн Чуть Поменялся Но Это Тоже Отправим Посылки Все Подарки Все Люди Получат Я В прошлом Году Отправлял В течение Четырех Месяцев Подарки Посылки Я думаю Сейчас Будет Наверное Я Побыстрее Все Отправлю Но Всем Отправлю Так что Не волнуйтесь Если будете Писать Ты что Охуел Что ли Мне Мой Подарок Сразу Пойдете Нахуй Так что Друзья мои Всем Респект С вами был Алексей Лукецкий Живу В Китае Подписывайтесь На канал Ставьте Лайки Рассказывайте Своим Друзьям О том Какой Я Охеренный Пацан Все Должны Это Знать Ну Все Цай День Дорогие Друзья Цай День Редактор субтитров А.Семкин